Здравствуйте, уважаемые друзья! Продолжаем серию фильмов, материалы о перьях. Отдельной строкой я почему выделил и буду выделять это вот перо CDC. Значит, перо это из копчиковой железы, там где больше всего жира находится у водоплавающей дичи. Годится перо утки, годится перо гуся. Вот у меня в данный момент это перо утки. Значит, что касается качества этих перьев, извините, я могу вам только продемонстрировать те перья, которые, допустим, у меня имеются вот от вот таких производителей. В основном это у меня hands. Продаются они в разных упаковках. Точно так же качество этого пера абсолютно разное. И градация пера также разная. Значит, перо просто изумительное и великолепное в любых мушках, которые являются как плавающими, так и, допустим, вот у меня еще такой вот оттенок есть. Значит, это натуральный цвет, а это все уже у нас подкрашенные. Значит, что касается этого пера, повторяю, очень хороший материал для вязания мушек, но обладает одним недостатком. После двух-трех поклевок рыбы, рыбья слизь забивает вот все вот эти вот поры, которые находятся, и наша мушка начинает тонуть. Допустим, чтобы избежать этого, я пользуюсь таким материалом, как... Вот как, повторяю, это специально для ухода за перьями. Это жидкое масло, а это гель. Условия нанесения на мушку абсолютно разные. Если здесь мы капнули на палец, слегка растерли, и можно даже вплоть до того, что слегка капнуть на мушку, то здесь, когда мы используем гель, нам необходимо сперва взять, нанести на палец, его растереть, чтобы у нас растопился наш гель, и тогда только лишь наносить на мушку. Друзья мои, что касается всех этих, извините за слово, заморочек, я, не имея вот таких, допустим, материалов, и не имея вот такого геля, пользовался рыбьим жиром. Поэтому все, допустим, как олени, хоть все такие плавающие мушки, или, допустим, когда мне попадалось вот такое перо на охоте, я специально брал и у черка, и у крыжня, вот, и обрабатывал обыкновенным рыбьим жиром, который продается в аптеке. Что касается пера, в принципе-то нам понятно. Я буду вязать мушку, и в процессе изготовления мушки я вам потом более подробно расскажу какие-либо особенности использования этого пера. На основе этого пера изготавливается также вот даббинг из этого пера CDC. Ну, вы прекрасно понимаете, что мы спокойно можем взять любое перо и для себя изготовить уже даббинг того или другого оттенка. Также обладает повышенной плавучестью. В принципе-то, почему я отдельно выделил эти перья? Потому что, имея вот такую одну даже упаковочку, как мы сегодня будем рассматривать, можно связать шикарную мушку, которая работает практически на любом водоеме и работает начиная вот апрель месяц и заканчивая чуть ли не сентябрь-октябрь и на горных речках, и на прудах, и на быстрых речках, и на широких, и на медленных, на любых. Потому что из вот такого пера мы изготовим с вами ручейника. Но вот это перо, которое перышки в основном, давайте я вытащу оранжевое, чтобы оно у вас было как бы больше по наглядности. Вот. Вот выглядит так. По качеству я не могу сказать, что это хорошее перо, но в работе оно может применяться. Как вы видите, они все-все-все-все разные. Поэтому желательно в упаковке или же, когда вы будете приобретать, чтобы лохматость, пышность пера была как можно больше. И сами вот эти вот волоски были несколько мельче. Это значительно лучше будет перо. Но, имея вот такое перо, можно спокойно использовать его для изготовления нимф. Мы можем отрывать, и вот когда идут метаворофозы у нашей нимфы, превращаются они, будем говорить так, уже пытаются во взрослое насекомое или идет линька. Мы можем обозначить крылышки или же, допустим, ту пленочку, которая она с себя сбрасывает. Универсальное в работе перо, очень неприхотливое, но боится рыбьей слизи, нашего лака и нашего клея, если нанесено очень много. Поэтому работать с ним нужно несколько осторожно. Нежное, но очень хорошее в работе перо. Давайте с вами сейчас мы изготовим мушку в завершении такого короткого фильма. И я в процессе изготовления буду вам рассказывать. Теперь мы с вами изготовим имитацию как и веснянки, так и ручейника, ну, то есть собирательный образ нашей мушки. Но, так как вы неоднократно, вот, допустим, у меня спрашивали, возможно ли заменить. Возможно. Будет несколько хуже, но лучше, чем с меха косули. Вот я вам покажу два материала. И то, и то антрон. Но, как вы видите, вот на этом написано, что это антрон вингтайл. Поэтому, исходя из этого, это плавающий. В отличие вот от этого антрона, который тонущий. Значит, также есть разные его оттенки, разные там по толщине. Также еще имеется вот такой материал, как полипропилен. Это тоже плавающий материал, выполнен из достаточно крепкий и достаточно хороший в работе. Но грубовать немножко для определенных мушек. Учитывая то, что мы с вами будем изготавливать имитацию нашего насекомого, который, в частности, в моем регионе не превышает величину порядка 14-16 миллиметров, значит, я беру... Это не реклама. Просто я вижу своего ручейника именно вот в такой форме, используя вот такой крючок номер 16. То, что более-менее подходит по величине для моего насекомого. Ну и, как обычно, есть возможность. Я сразу закрепил глазки и изготовил усики. Отвечаю сразу на ваш вопрос. Леска сама по себе имеет настолько мизерный вес, что на погружение нашей мушки никак влиять не будет. К тому же у нас и грудка, и лапки будут все из пера CDC. Нить я беру, но насколько возможно ее взять у нас тоненькую, но достаточно крепкую. Слегка, для того, чтобы не прокручивались наши материалы, я наношу клей. И берем, проматываем теперь до того места, где мы с вами аккуратненько, где мы будем с вами крепить элементы для изготовления нашего тела. Вот буквально там, где начинается загиб, для меня достаточно. Что мы делаем? Мы с вами берем два перышка. Здесь уже не имеет значения, какая их лохматость, но я для себя их взял один, тот, который вам показывал, флюо оранжевый, крашеный, и один натурального цвета. Подравниваем, чтобы были одинаковая длина у нашего пера. И слегка для того, чтобы закрепить, мы немножечко вот так подравниваем перо. Не имеет значения, выгнутой стороной или вы поставите, допустим, вовнутрь, наружу, подхватили и держим вот так вот ниточку, протягиваем с этого места, подтягиваем вот так все-все-все волокна, которые у нас попадаются. Вот мы с вами почти все подравняли. Теперь также не отпускаем. Я в этой точке выполняю пару-тройку хороших оборотов, так, чтобы закрепилось мое перо. Вот оно у меня осталось вверху. Теперь берем для сегментации, как я уже неоднократно показывал, люрекс. Можно использовать леску, любой удобный материал, который вы сочтете для себя приемлемым. Можно даже очень тонкой проволокой просегментировать наше тело. И теперь мы стараемся вот так, виточек к виточку, закрепить весь материал, который мы закрепили на цевье крючка. Если он, допустим, по длине вы не угадали, можно спокойно подрезать. И оставляем буквально, вот как вы видите, в районе крепления, там, где мы будем изготавливать с вами крыло и грудь. И теперь я беру свое перо, поднимаю вверх и начинаю его прокручивать. Прокручиваем до тех пор, пока у нас не образуется вот такой жгутик. И выбираем для себя ту, допустим, сторону, в которую мы будем начинать обмотку. Не забываем подкручивать, так как перо у нас всегда будет стремиться раскрутиться. Перехватываем пальцы и прокручиваем наше перышко. Как вы видите, длины его нам вполне достаточно. Все мы с вами угадали. Доходим до крепления грудки. Поднимаем перышко все вверх. Вот так. И теперь уже его здесь окончательно с вами подхватываем. Само по себе перо CDC очень удобное во всех видах работ. Как вы видите, у нас образовалась вот такая симпатичная конструкция. Удаляем теперь остатки. Аккуратненько. Не выбрасываем, так как это мы можем всегда использовать в качестве даббинга. Хоть наше перышко и боится клея, но желательно нам на место вот крепления обязательно нанести небольшую капельку клея. И теперь мы берем, выберем для себя удобный шаг для сегментирования. промотаем нашего ручейника, веснянку, как мы назовем. То есть, это отчасти собирательный образ, поэтому большого значения не имеет. выполним там, где грудка, один полный оборот люрексом. И теперь уже закрепим наш люрекс. Переходим к следующему этапу. Вот следующий этап достаточно у нас серьезный, и поэтому к нему необходимо нам с вами отнестись со всей серьезностью поставленного вопроса. Необходимо из всего количества, которое имеется пера, выбрать вот парочку, которая у нас бы подходила более-менее по структуре наших перьев. И что я делаю? я беру потом ножницы для того, чтобы у меня была более симпатичная моя мушка, и удаляю, вот как вы видите, вырезана на одном пере, и вырезана на другом пере верхушка. Величину выреза вы для себя, допустим, выберите сами. Операция эта выполняется достаточно легко. Держим в нормальном упоре перышко, опускаем его вот так по верхушке, и производим вот такие вырезы на одном и на другом пере. Верхушечки эти мы с вами не выбрасываем, они потом у нас всегда пригодятся. Подравняли наше перо. Значит, здесь несколько вариантов можно укладывать его. Хотите, можете, друг к другу, но я хочу изготовить так, чтобы у меня крылышко разделялось. Теперь удерживаем, не отпускаем наше перо. подравниваем все-все-все-все-все вот волоски, начиная от той точки, где мы с вами ее держали. Самое главное теперь, вот смотрите, переводим к месту крепления нашего крыла. Сделаем пару-тройку оборотов и укладываем сверху перо, стараемся не отпускать ту часть, которая у нас будет составлять крылышко. Удерживаем 2-3 оборота выполним ниткой и пока не отпускаем. Теперь придерживаем край пера, который у нас будет хвостиком и начинаем потихонечку его отпускать. Вот так. Значит, что у нас получилось? вышла вот такая конструкция, где как бы разведены у нас крылышки, мы теперь можем спокойно это все закрепить. Вот и все. Очередная мушка с использованием пера CDC у нас готова к работе. Что касается, допустим, крыла, подберете для себя сами. Я его обычно уже не стал заострять внимание, делаю несколько длиннее загиба, для того, чтобы у меня он выступал в роли как эмиджер. И вот все, которые у нас были волоски, которые достаточно длинные, я просто взял и общипал. Ну, если вам будет удобнее подрезать, подрезайте. Но обычно перо CDC, как всегда, общипывается. В крайнем случае, можно взять и через шаблон обсмолить. Вот и все, друзья мои. Как вы видите, сверху она достаточно пышная, лохматая, с хорошей плавучестью. Снизу у нас я все волоски подровнял вот так наверх и по возможности их слегка подрезал. Очень уловистая, хорошая приманка. В полевых условиях можно почистить, и она у нас будет работать после того, когда мы ее промоем паром. благодарю вас за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...